друзья добрый день меня зовут настя лосева и вы как всегда на канале рецепт вкусной жизни и уже приветствую вас с одного и того же места из своей теплицы это у нас будет третий влог такой дачный сейчас у нас сегодня будет много интересного поскольку ну во первых мы соберем первый урожай обязательно покажу какой уже да можно собирать урожай пробежимся по теплице нужно сегодня открыть розы я обязательно сниму для вас видео ну и всего много интересного у нас сегодня на улице плюс 8 а кстати покажу вам как выглядят наши огурцы и кабачки которые мы сажали прошлым прошлый раз неделю назад это было 1 и 1 апреля и хочу сказать что меня просто удивило они так подросли сильно очень хорошо выглядит сейчас все расскажу и покажу итак давайте сначала сделаем традицию сначала пробегаться по теплице и все смотреть и так еще ничего не поливала только открыла смотрите это рассада свеклы которую я высадила тоже 1 апреля все высаживала очень хорошо выглядит смотрите какие листья хорошие все растет укрыто у меня вот таким нетканым материалом я на поднимаю его поливаю потом опять опускаю это рассада которую мы с вами сеяли свеклы которая пойдет у меня на улице она еще пока здесь чашечки сидит опять же уже тем кто еще кто тем кто первый раз на канале хочу сказать что у меня здесь растут сорняки я в прошлом видео рассказывала зачем они эти сорняки почему я их не убираю ну и чтобы вот вы не возмущались у меня такое земледелие природное потом все замульчирую ничего видно не будет это рукола вот такая хорошенькая в этот раз еще не буду собирать в следующий раз уже можно будет ее спокойно собирать это горчица вот такая красивенькая видите вот с этой стороны как раз то что будем собирать вот он чеснок хорошо взошел это многолетний здесь у меня щавель будет сегодня зеленый борщ кстати посмотрите видео до конца я сегодня покажу вам рецепт как я варю зеленый борщ и щавеля и щавеля и крапивы здесь у меня рассада лука порей тоже сухая сейчас польем там опять щавель вот здесь у меня на входе два кустика щавеля салатики вот они темненькие такие красивенькие уже какой хорошенький также шпинат тут два ряда у меня а вот это розы прошлый раз я привозила карторы из леруа посмотрите как хорошо они выглядят напомню что воск я не убирала чтобы не сгорели у меня вот эти вот стволы тем не менее все почки просыпаются хорошо вот смотрите почка выходит то есть можно воск не снимать если он хорошо сидит он наоборот защищает от пересыхания вот дополнительного испарения влаги и от ожогов тюльпаны посмотрите у меня здесь будет целая клумба тюльпанов они такие красненькие у меня здесь целый букетик будет сейчас польем они еще больше вытянуться но здесь вы знаете у меня редис по краю идет вот он весь хорошо взошел редис пока еще тоже собирать не будем здесь зашел кориандр только кориандр долго сходит вот он набухал набухал и взошел это опять же крапивка которую мы будем сегодня с вами собирать здесь редис уже видно головочки такие небольшие он там формирует но я думаю через недельку точно все будем собирать здесь лук тоже урожай лука сегодня у нас будет первый вот это вот лук суворова который будет свести фиолетовый у меня теплица такая красота для меня всегда ну и вот лук вот этот вот а кстати еще я купила лук другой покажу вам как в ящике высаживаю его потому что здесь в теплице уже нет смысла занимать грядки скоро буду высаживать через две недели сюда основные культуры начну высаживать поэтому все остальное рассаду мы будем высаживать в отдельные переносные ящики тоже кто еще не видел оставайтесь со мной я все покажу но и здесь рассада у меня моей моего спаржи аспарагуса такая зелененькая хорошенькая сейчас тоже все польем вот вот так вот у меня сейчас тепличка выглядит а вот кабачки пошлите посмотрим как раз расскажу вам ну вот огурчики они еще сверху накрыты укрывным спонбондом так трогаю там тепло внутри влажно все вот так прекрасно себя чувствует огурчик видите который мы посадили прошлом видео ссылочку оставлю все ссылки оставлю внизу под видео в описании в первом закрепленном вот видите какой хорошенький так вот можно проветривать когда жарко открывать чуть-чуть проветривать почва там влажная сильно не переливаем пока а кабачки вообще шикарно выглядит они так сильно подросли смотрите даже не знаю засунули его обратно потом засуну все равно вот видите это кабачок кавили вот так он хорошо подрос видите прям листик этого листика прошлый раз не было у нас и он даже спонбондом сверху не закрыт и еще что хочу вам показать вот почему не люблю привозить рассаду с большими листьями сюда взрослыми потому что эти большие листья сгорают от солнца солнце они не не закаленные не пригод не готовы к такому жаркому солнцу видите вот семидольки которые были очень крупными они вот так вот подгорели немножко это случается со всеми листьями очень крупными настоящими и баклажаны очень часто если мы их не закрываем они могут сгорать это желтый кабачок я говорила что вот желтенький цвет у него ясмин это нормально по видите уже 2 там 3 листик лезет то есть кабачки вообще себя чувствует прекрасно так они выросли за ведь за эту неделю сейчас все польем и так же все оставим значит им нравится и следующий раз я уже привезу сюда томаты которые у меня на ранний урожай тоже закрою ну вот так вот выглядит теплица у меня на сегодня на 9 апреля я думаю что сегодня я этот это видео как раз вам и выпущу вот ну а теперь теперь до сегодня еще хочу обрезать жимболось и сделаю вам отдельное видео по обрезке жимолости как это делается друзья мои я открыла компостный ящик сейчас хочу вам показать что и как происходит у нас в этом компостном ящике сейчас все расскажу какой где год у меня есть тоже видео о том как сделан компостный ящик его муж делал своими руками вот он так выглядит сейчас поближе поспал покажу все но еще покажу вот про эти грядки меня много спрашивали на которых я выращиваю можно кабачки патиссоны и здесь выращиваю и тыквы кабачки у меня в ящиках я закапываю их грядки но можно также вот этот ящик который вырастет также сюда закопать просто и все будет расти здесь кабачок давайте сейчас сначала расскажу подробно вот про компостный ящик сейчас почему опять завела про него разговор потому что уже есть результат его работы значит в прошлом году он я вот из этого отделения выгребла всю землю весь компост который образовался и разнесла по грядкам это было весной прошлого года у нас очень вороны такие смотрите вот отсюда в прошлом году я убрала весь компост и засыпала все лето растительными остатками которые мне были не нужны да я всем говорю о том что у меня весь все эти растительные остатки остаются в грядках но просто когда летом все засажено все растет то соответственно вот эту траву например деть некуда его естественно их компостный ящик все остальное осенью что я убираю что можно я оставляю конечно на грядках дальше а вот это вот все что было то есть получается позапрошлым летом я также вот складывала потом осенью я проливаю компостином сейчас покажу осенью когда все сложено вот эту я все полила компостином теперь сейчас весной сейчас еще раз полью еще раз полью компостином вот такой это не реклама вы можете купить любом магазине даже ссылку давать не вам не буду в любом магазине покупаете он бывает разный в разной форме помогаем компостироваться то есть получается при помощи вот этого при помощи таких препаратов вы ускоряете то есть за год считаете у вас будет хороший компост но если учесть что мы до осени складывали то следующий весной вот отсюда я буду брать компост а вот этот компост посмотрите что получается вот то есть все лет все лето прошлое вот это вот все лежало и вот видите вот такой прекрасный рыхлый компост и он уже оттаял до кое-где встречаются палочки но они очень мягкие это то что делает компост очень рыхлым эти все палочки они уже такие в труху превратились вот 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 такой у нас компост за лето он несколько раз мы его наполняем потом муж сюда становится утрамбовывает все плотненько и снова можно наполнять то есть я сейчас пролью вот это все намокнет можно будет утрамбовать и пока это не разнесу будем сюда складывать потом это разнесу ну в ближайшее время сейчас работа то всякое много как он меня работает я показывала открываю вот эту нижнюю часть перебрасываю и оттуда снизу забираю лопатой вот есть окошко вот здесь есть окошко вот здесь шпингалет вот сюда вот вставляю и у меня эта дверка держится открытой сейчас я буду этой землей наполнять рассадные ящики куда капусту буду сажать ну всякие цветочки можно и ставить это в теплицу очень удобно еще расскажу что я оставлю обязательно с размерами есть видео где я рассказывала как сделан вот этот компостный ящик стоит он у нас и вот здесь на солнечном месте но мы сделали зеленую крышу чтобы сильно не попадал ветер такая палка чтобы держалась крыша удобно было работать ну вот сейчас вот этот вот польем и накрою пленкой и все лето вот в этой части у меня будет лежать я ничего здесь трогать не буду а то весной разнесу и будем туда летом складывать ну и вот такие компостные клумбы которые уже ну клумбы или грядки очень давно у меня используется лет пять или шесть наверное ничего с ними не происходит они толще видите какая толщина чем обычный нетканный материал за немножко по-другому сделано чем укрывной такой черный материал вот прошлом году у меня здесь потесончики росли а в больших я сейчас вам тоже покажу росли тыквы я в них выращиваю в каждую вот такую штучку я сажаю четыре тыквы или четыре патисона и они у меня потом вот вокруг вот здесь расползаются вот столько места им здесь дано удобно и смотрите вот здесь сейчас хорошая земля место нужно подождать пока он оттает потому что вот была замерзшая еще я дернула видите дырка образовалась вот ничего страшного она никуда дальше не ползет здесь за год образуется хорошая земля я сейчас эту землю видите она осаживается очень сильно я их заполняю прям полными сейчас все покажу сейчас землю перекидаю сначала вот сюда потом забью растительными остатками которые я с клум буду собирать сейчас все чистить обрезать будем веточки и так далее и немножко сверху грунта у меня на канале набирает большое количество просмотров видео о том как я в эти высокие грядки сажаю тыквы в холодное время года и как я это делаю связи с этим под этим видео поступает очень много вопросов на которые я сейчас быстренько постараюсь ответить но во первых хочу сказать что необязательно конечно покупать именно такие грядки но если они где-то вам встретиться то вы можете их приобрести это хорошее приобретение также вы можете использовать разрезанные бочки разрезов их на 30 сантиметров например поставить это поможет вам от того что грунт не будет съезжать и легко будет мульчировать мульчане будет разлетаться что хорошо в этих грядках что гру что через них в основной грунт корни тыквы легко могут пройти и брать например воду либо питательные вещества поэтому никакого излишнего полива они не требуют при мульчировании они очень хорошо сохраняют влагу потому что они набиты вот этими органическими остатками которые являются очень влагоемкими а также я сейчас покажу что я не до конца их забиваю грудь грунтом и остатками примерно 7 8 10 сантиметров бортик оставляю это помогает мне мульчировать вот эта грядка у меня считайте готова сейчас все будем поливать польем ее тоже земля попадает между растениями сухими начинает все там приедь будет такой же компост образовываться сюда потесоны пойдут еще месяца через полтора поэтому здесь все будет нормально сейчас то же самое я сделаю вот с этой грядкой видите тут уже до конца тоже грунт образовался с компоста уберу землю вот видите я сюда яичную шкарлупу добавляю все что у меня есть все сюда идет к питательная земля получается сейчас землю уберу отсюда вот возьму еще сухую добавлю и будет две у меня вот такие хорошие грядки ну и вот здесь вот у меня грядки конкретно под тыкву одна пошире она метр двадцать такая видите с нее идут даже еще лозы сейчас здесь тоже буду все убирать а сверху они замульчированы хорошие до сих пор но и сейчас тоже нужно подготовить к посадке тыквы все убрать эти пластиковые штуки убрать и вот они сюда туда туда плетутся у меня тыквочки и вот так растут им здесь хорошо вот это вот все место пространство они занимают сажала по четыре тыквы в этот круг и так как очень питательный грунт получается то этого вполне хватает наш огородик еще пока на огороде ничего не делаю пока только теплица в приоритете и вот вторая кучка вот первое из 2 тоже убрала грунт рядом сейчас забила почистила хосты все свои одну клумбочку и сюда все сложила растительные остатки сейчас землей забрасываю а сейчас для тех кто еще не знает или только первый раз на моем канале кстати не забудьте подписаться еще у меня есть или telegram канал где я более оперативно размещаю всю информацию я хочу рассказать о том как я сею вот сегодня покажу вам в мобильных грядках я и так называют это ящики которые в которые можно положить либо старую мульчу растительные остатки сейчас у меня есть вот такой кровной материал лишний я проложу засыплю грунт и в эти грядки что вы можете сажать во-первых рассаду разнообразную рассаду уже посередины марта ставить ее в теплицу а потом когда вам необходимо будет сажать уже основные культуры вы можете эти переносные грядки вынести из теплицы и они будут продолжать расти у вас на улице также можно высаживать любую зелень шпинат вот я сейчас посажу целую грядочку зеленого лука из сивка укроп шпинат ну и в общем петрушку и эти грядки вы можете поставить под яблоню и в любое другое место удобная для вас если даже у вас нет огорода вы можете посадить такие грядки как я уже показывала кабачок огурец поставить их и они будут спокойно у вас расти даже если у вас нет обычных простых грядок так что возьмите это на заметку и попробуйте что-нибудь вырастить обязательно напишите как вам понравится такой опыт хочу еще на ранний урожай посеять горошек все говорят что проращивают я если честно никогда не проращивала как-то не было необходимости но вот сейчас решила чему бы нам не попробовать пораньше немножко горошка поесть сейчас такие в ячейке вот шесть штучек и по три семечка спаси и вот бабушки тоже купили до кировку ездили так набрала короб должен быстро подрастать по три штучки три дырочки делаю деткам и в теплицу поставлю теплицы волью все должно зайти если вы еще не сеяли так рано горошек рассадой покажу вам результат если понравится будете тоже сеять а если уже сели напишите как вы понравилось вам такой результат не понравился у нас горошек очень любят в семье ну и как вам обещала сбор первого урожая да в этом году немножко припозднился но такие погодные условия что же делать последние два года у нас холодная весна собираю лук я полностью тоже хочу рассказать что это тоже увеличивает урожай смотрите вы полностью вытаскиваете головку и потом я обрезаю корень и как бы стягиваю вот эту головку лука а с основного пера и получается что очень длинная хорошая белая часть сочная остается но можно также и просто обрезать и потом дальше из этой луковички еще будет расти зеленый лук но так как у меня лука достаточно и растет еще двухъярусный лук на улице который я вам показывала то я вот так вот буду убирать его мне так привычнее все растительные отходы я оставлю здесь же на грядке потом их немножко прикопаю на этой грядке у меня в этом году будет расти перец пока высаживать его еще очень рано поэтому собираем урожай друзья ну что вот мой первый урожай посмотрите крапивка щавель это все будет борщ я вам вот чесночок многолетний и лучок наш аромат просто сказочный даже не представляете ну и вот скажите разве наши труды они вознаграждаются вот это вот витаминами вот этими мне кажется что все истории историкой нам возвращается что мы с вами молодцы продолжаем сеять и сажать и вкусненько кормить всех а мне мне очень нравится если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк и подписаться я буду продолжать рассказывать вам как я получаю вот такой хороший ранний урожай причем не только ранний но и очень поздний как продлить выношение всех культур и как зачем ухаживать но мне кажется что сегодня урожай 9 апреля достаточно внушительный следующий раз уже руколу будем собирать обязательно но редиску наверное не знаю редиску через недельку мы приедем наверное через дня два еще но тоже лучок и руколу скорее всего соберем ну вот так вот сегодня у нас прошел день сейчас покажу как сварить вкусный борщ из того что вы вырастили не бойтесь выращивать крапиву в теплице вот я ее всю практически собрала следующий раз она подрастет можно будет еще собрать кого-то угостить либо заготовить я заготавливаю крапиву вместе щавелем для того чтобы зимой варить вкусные зеленые борщи обязательно вам расскажу как я это делаю чтобы сохранить все витаминки ну что а теперь варим борщ итак друзья зеленый борщ или зеленый суп кстати напишите в комментариях готовите ли вы такое блюдо и как оно называется у вас в вашем регионе ли в вашей семье у меня уже готов бульон давно был куриный но можно и варить без бульона тоже будет очень вкусно просто положите ваши любимые специи соль на бульоне конечно будет вкуснее я отделила мясо у меня курочка вот такая вот мясо я всегда отделяю варю полностью чтобы был хороший навар это если такой лайфхак для молодых хозяек полностью отворить а потом уже отделяю мясо кусочками и соответственно все отправляю туда соль перчик потом все покажу как буду класть самое главное зелень что у меня здесь у меня здесь шпинат напомню что это все с нашей теплицы с вами которую мы выращиваем и вот такая крапивка она сейчас очень молодая поэтому я беру ее со стебельками прям стебли смотрите они раз и вот отваливаются то есть они такие сочные очень молодые летом я беру только листья стебли не беру дальше все замачиваю в воде обязательно всегда все замачиваю в большом количестве воды почему ну потому что смотрите остаются всегда какие-то летом еще муравьишки бывают всякие мошки и так далее поэтому замачиваю сейчас она все полежит это я солью еще раз промою хорошенечко и потом буду шинковать как буду в какой последовательности закладывать это очень важно чтобы зелень не потеряла свою сочный свой вид и больше был зеленый дальше нам понадобится обязательно ну вот меня трехлитровая кастрюля то есть здесь где-то четырехлитровая кастрюли здесь 2 литра бульона я беру два яйца яйца сырые ну и какую-то зелень чесночок лучок какую какая у вас есть морковку я не добавляю если варю зимой вы может быть удивитесь но этот же самый борщ я варю зимой вот смотрите зелень зеленый борщ написано внизу видно это щавель ярко-зеленый а сверху это крапива как я заготавливаю таким образом ну чтобы вот максимально сохранить все витамины я обязательно вам летом покажу делаю я это обычно летом во второй половине лета когда уже много щавеля уже наедаешь с этим зеленым борщиком вот он весной он так ценен из-за своей яркости из-за своей вкусности первой зелени а летом конечно уже не так его хочется есть потому что много другого вкусного и я заготавливаю вот в такие пол литровые контейнеры обязательно вам покажу поэтому не забудьте подписаться чтобы не потерять меня на просторах ютуба еще нам понадобится картошка сюда я уже без вас сейчас ее почищу буквально три картошины борщик будет легкий можно будет потом добавить сметанки кто хочет я ем прям без сметаны все обязательно покажу как получится уже закипает бульон сейчас мы все посолим почищу картошку сюда закину картошку доведу практически до готовности потом все остальное и так картошку режу вот такими брусочками вырежьте так как вы привыкли я если кто-то на моем канале молодые хозяйки я показываю как можно вот так вот брусочками режу все вы врежьте привычным своим способом дальше я кладу кусочек у меня стебли укропа дело в том что укроп я замораживаю отдельно листики отдельно стебли стебли использую для того чтобы вот долго варить в бульонах тогда они имеют другой немножко аромат и в бульоне будет вообще просто великолепно себя чувствовать сейчас все выкладываю еще у меня стебель сельдерея был в холодильнике я покупаю обычно для салатов тоже порезала можно замороженный свой сельдерей кладите что что у вас есть под рукой ничего красного морковку например или что-то перец болгарский я сюда не кладу будет у меня только все зеленого цвета из-за этого больше получается очень красивый так выкладываем то здесь у меня сейчас картошка сваренное мясо я солю солим по вкусу сколько вам нравится закрываю и теперь варю до готовности картошки пока картошки и вот Продолжение следует... Вот картошечка у нас уже сварилась. Что мы теперь сделаем? Теперь у нас бульон должен кипеть хорошенечко. То есть мы ставим... Вот у меня сейчас на шестерке он тихонько кипел. Но ставлю на семерку, чтобы он продолжал кипеть. Он не должен даже на восьмерку переставать кипеть. Я порезала зелень. Это у меня сейчас пойдет в борщ. Вот лук и чесночок зеленый вы тоже можете кинуть в борщ. Либо просто поставить на стол. И каждый себе уже положит в тарелку свежую вот такую ароматную зелень. И еще я приготовила, взбила 2 яйца. Посолила. Что мы сейчас делаем? Сейчас вот в этот кипящий бульон мы кладем крапиву с щавелем. Внимание! Она не должна долго вариться. Это свежая зелень. И смотрите, что сейчас будет происходить. Сейчас она, наоборот, станет более яркой у нас. И когда она станет более яркой... Ну, крапива потемнеет. А щавель станет таким ярким. Сейчас он закипит. Это буквально, ну, одна минутка, не больше. Видите, щавель у нас темнеет. Он в любом случае потемнеет. А вот крапива станет более ярко. Теперь нам нужно, чтобы было бурное кипение. Вот я положила, кипение прекратилось. Теперь оно возобновилось в кипении. Я беру ложку и беру яйцо. Размешиваю вот так. Напомню, что картофель уже готов. Делаю движение бульона. И вливаю потихоньку яйцо. Вытаскиваю ложку. Первые бульки, чтобы у нас не закис борщ. Видите, начинает бурлить. Все, выключаю и снимаю борщ с плиты. Для чего это нужно? Чем дольше борщ будет кипеть, вот этот вот белочек станет у вас серым и неаппетитным. А если вы сделаете вот так, вот быстренько сварите, как только закипело, сразу снимете, то белок остается белым. Крапива остается зеленым. Посмотрите, как красиво. Сейчас я положу в тарелку и мы будем с вами дегустировать. О, у меня уже слюньки бегут. То есть у нас вот этот борщ, он не должен настаиваться, как только сварился. Сразу пробуем. Как вкусно! Сюда свежего чесночка. Открываем сметану. Ложечку сметаны. Так, друзья, ну я сегодня вся тут в уборке, поэтому в такой простой футболке. Никакой красивой одежды. Но зато сварила обед из того, что мы вчера собрали с вами в теплице. Вот такой, ой, горячий какой получился. Хочу попробовать вместе с вами, как получился мой борщик зеленый. Так, сметану размешиваю. Ой, шнур, не могу удержать. Так, сейчас поставила на варежку, потому что горячо. И буду пробовать. Мне так вчера еще в теплице хотелось его отведать. Горячий. Смотрите, какая зеленушка. Такой легкий, вкусный. Никакой зажарки сюда. Не зажаривать ничего не надо. Все вот так бросили, просто зелень. И все ароматов. Сельдерей дает хороший аромат. Я вам хочу сказать, присоединяйтесь ко мне, давайте выращивать раннюю зелень, ранний урожай. Вот такой супчик. Очень вкусно. Сейчас семью накормлю. Сын со школы пришел. Как раз всем будет вкусненько и горячо. А еще со свежим хлебушком, если вообще будет красота. Попробуйте так сварить. Ну и напишите, как у вас варятся зеленые борщи. Ладно, все, хватит. Напишите в свои рецепты, как у вас варится зеленый борщ. Вот. Делитесь рецептами. Ну и надеюсь, у вас тоже появились уже первые всходы, если вы сеете все со мной. Желаю вам хороших результатов, хороших урожаев. Ну и лайк этому видео, если оно было вам полезным или понравилось. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео и публикации. Всем хорошей рабочей недели.